Тульская гармоника У нее есть еще другое название, как вы видите, Северодвинск Так пожелал заказчик И у этого инструмента достаточно много его пожеланий Человек хотел получить не просто гармошку Пойти в магазин купить или увидеть где-нибудь на рынке и купить Нет, он захотел гармошку-мечту Он захотел, чтобы душа гармонии была близка к его душе И то, что его по жизни связывало Он захотел, чтобы то же самое связывало и гармонь Как вы видите, нарисована подводная лодка То есть несложно догадаться, что человек служил на флоте Был подводником Здесь достаточно много изменений, в отличие от стандартной гармоники 301М Кроме внешнего оформления То есть усложненные художественные росписи С металлизированной надписью Северодвинск Здесь, как вы видите, улучшенная левая механика Деревянные сетки Вот с таким красивым резным узором Очень красивый, очень популярный Здесь заказной мех То есть елочка, мельхеровые уголки Два регистра Их не очень видно Самое главное, что их удобно нажимать И их еще как слышно Регулировка левого ремня также присутствует А самое главное, что у этого инструмента Интересная начинка Тональность Фа-мажор Удобная для пения, для мужского голоса И особенно удобная для казачьих песен И соотношение голосов у этой гармоники Баритон низкий В этой тональности я даже сейчас стал Буду точнее называть Не просто баритон, а контр-баритон Потому что тональность пограничная И назвать можно Баритон может быть и верхним Если там дальше много голосов уходит наверх И нижним Но чтобы всем был понятен Такой низкий, немножко даже такой мужской грубоватый тембр Я называл баритон, но на самом деле Это уже в некоторой нотке можно назвать контр-баритон И теперь вот с сегодняшнего дня Буду именно так называть Потому что можно сделать В соотношении баритон два тенора и пиколка Инструмент в фа-мажоре высокий То есть у нас есть до, ре, ми И вот следующая тональность фа Если сделать фа-мажор с таким же соотношением голосов Как и ми-мажор, только на полтона выше Будет тоже баритон два тенора и пиколка Только высокая А если идти до, си, ля, соль, фа Вот там те же баритон два тенора и пиколка Это уже будет контр-баритон Если мы нажимаем один регистр Звучит баритон, контр-баритон и два тенора А если мы второй регистр нажимаем То баритоновый резонатор включается И просто звучат два тенора Розлиф как раз между теноров И предлагаю вам послушать Как этот инструмент звучит И не просто послушать А спеть вместе со мной как раз Три казачьи песни Ну, петь на самом деле я не буду Чтобы не заглушать Точнее, тут гармошку не заглушишь Ну, просто чтобы лишний звук не лез в камеру Буду именно играть А вы можете и слушать, и тихонечко подпевать Заодно поймете, как лично для вас эта тональность Удобно или не очень Начну на регистре двуголосном А потом в процессе игры Нажму вот так вот Регистр тутти То есть все три голоса АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Ну что ж, я думаю, многим эта гармошка понравилась, а самое главное, она, я думаю, на 100% уверен, что она понравится заказчику, потому что он получит не просто гармонь, а он получит свою мечту. Да, может кто-то скажет, маленькая мечта, но мечты же должны сбываться, маленькая там, маленькая там, маленькая там, все объединятся, и вот оно, настоящее счастье. Да, можно работать кем угодно, но в душе быть художником или артистом, музыкантом, можно работать электриком, а играть на гармонике. Сложно сейчас в современной жизни у нас обстоят дела, но когда берешь в руки гармонику, даже я, хоть и занимаюсь профессионально в своей деятельности, но придешь после Академии, замученной студентами и другими бумажными вопросами, возьмешь в руки гармошку. Ну и как-то полегче. Кто-то ходит в спа, а я хожу в гармоза, играю на гармошке. Ну ладно, всего вам хорошего, если инструмент понравился, звоните, сделаем и вам такой же. До новых встреч!